Университетская клиника Казанского федерального университета с 2013 года имеет в своей структуре отделение эндокринологии. Но существовать в рамках маленького отделения, когда в республике есть реальные проблемы с данными заболеваниями, достаточно тесно. Поэтому был создан целый центр эндокринологии. Особенность эндокринологических центров расположена в поликлинике в том, что здесь пациент может медицинскую помощь получить как на консультации врача-эндокринолога, плюс особенно фишкой нашей поликлиники является то, что есть врач-эндокринолог, хирург и еще онколог. И непосредственно то, что после консультации этот пациент может быть направлен либо, если есть необходимость на лечение в дневной стационар, либо, опять же, он может продолжить лечение у себя на дому. Эндокринные заболевания считаются болезнями богатых. Зачастую в ухудшении самочувствия виноват сам пациент. Это больше даже болезнь цивилизации, потому что появляется больше средств для передвижения, меньше людей начинают двигаться, больше фастфуда, меньше здорового образа жизни, как такового, меньше здорового питания. И, соответственно, все это ведет к тому, что появляется избыток веса, а в дальнейшем и как факт развития более таких глубоких заболеваний, это сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания порно-двигательного аппарата, которые наслаиваются уже на избыток веса. Высокая квалификация специалистов, многолетняя практика и современное оснащение – вот то, что формирует эндокринологический центр университетской клиники. Нужно отметить тот факт, что мы в своем кабинете имеем аппарат УЗИ, то есть мы на самом приеме непосредственно можем пациенту провести УЗИ-диагностику щитовидной железы, поставить предварительный диагноз и, если необходимо, также проводится и пункционная биопсия щитовидной железы. То есть пациент на прием получает не только консультацию врача, но также проводится УЗИ-диагностика и по необходимости, по показаниям, проводится и пункционная биопсия узлов щитовидной железы. Но главная профилактика и защита от сахарного диабета и ожирения – это не аппарат УЗИ, а здоровый образ жизни и правильное питание. Олег Ашин, Ленардо Валитьяров, Универньюс. Продолжение следует...